Дорогие друзья, греческая редакция «Альпида» приветствует вас. С вами Мария Лазариди. Вторая мировая война была самой крупной и тяжелой войной в истории человечества. Основной удар на себя взял Советский Союз. Все люди сплотились перед лицом полного уничтожения и порабощения. После поражения в Первой мировой войне Германия осталась в тяжелом положении. Политическая ситуация была нестабильна, экономика находилась в глубоком кризисе. Примерно в это время к власти пришел Адольф Гитлер. Новый лидер, благодаря своим реформам в экономике, смог быстро вывести страну из кризиса и тем самым завоевать доверие народа. Впоследствии Гитлер начал проводить свою политику, которая основывалась на идее превосходства немцев над другими расами. В результате началась Вторая мировая война. Страна за страной принимала поражение, а Адольф Гитлер укреплял свои позиции. Для того, чтобы завоевать Советский Союз, командование Германии разработало план «Барбаросса», в котором стремительное нападение должно было принести победу в течение двух месяцев. Однако эта стратегия не принесла желаемых результатов. Русская армия оказала более сильное сопротивление, чем предполагали немцы. Также Гитлер рассчитывал на межнациональное противоречие внутри страны. Но за время войны было образовано более 80 национальных дивизий. Среди всех представителей нацменьшинств, вступавших в ряды регулярной армии, в партизанские отряды или защищая Родину в подполье, особое место заняли греки. Много наших соотечественников погибло в страшных муках, но смерти никто не боялся. Солдат должен быть смелым и дерзким, иметь сильную волю и твердый характер. По заверению заведующего партархивом Крымского обкома, именно этими качествами обладал отважный разведчик ялтинского партизанского отряда Николая Папандопула. Говорят, очень дерзкий человек и смелый, дерзкий и отчаянный. Он ходил в Ялту, так скажем, как себе домой. Он творил там так, говорят, что немцы, когда объявили за его голову вознаграждение, то, так скажем, кое-кто начал на него охотиться. И те люди, которые знают эти горы и леса, так же, как и знали, будем говорить, наши ребята. И поэтому он как-то, сказали, попал в засаду. Но партизаны в плен не сдаются. Их девиз – победа или смерть. Николай отважно вступил в неравный бой и героически погиб. Родная бабушка Андрея Николаевича также показала себя самой лучшей стороны, защитив своих друзей и боевых товарищей. Эти подпольщики знали, как один другого. Я, например, уже третьего не знал, потому что у меня было звено такое короткое, цепь называлось. И если где-то цепь рвется, то цепочка прерывалась. И говорят, что многие женщины, когда их в гестапо взяли, не выдерживали на допросах не из-за того, что им было страшно, а говорят из-за того, что вместе с ними ловили детей их маленьких и калечили детей. Ни одна женщина, я так думаю, в таких пытках не могла. И они признавались и говорили, я работаю там, например. И когда дошла очередь, взяли бабулю, то родственники, близкие, когда они же знали, чем она занимается, и когда только увидели гестапо, там, шинеля, как рассказывали, они, значит, отца ему было, сразу быстренько забрали и вывезли его к родственникам далеко. И когда немцы пришли в себя, начали бегать по двору, искать этого ребенка, где этот маленький кляндек, киндерканкляндек, отца уже не было, отца вытащили. И вот всех слов, что бабулю долго допрашивали, и она на пытках не выдержала, пытки, и так сказали, она погибла на пытках. И цепочка прервалась. В партизанском лесу очень много было греков. Это были очень активные бойцы, командиры, прямо образцовые были. Александра Федоровна служила под руководством Кристофора Чуси, который, по словам ветерана, был образцовым руководителем, отличным организатором и преданным товарищем. Со слезами на глазах вспоминает, как приехал к ним и командир Южного соединения Михаил Македонский, знакомство с которым стало одним из самых ярких событий в ее жизни. Когда последний был такой тяжелый бой, когда фашисты сняли с фронта до 20 тысяч своих солдат, и бросили против партизан, это такой предстоял бой. И к нам приехал в бригаду, наша четвертая бригада партизан, где командиром был Чуси, Христофор Константинович. Поэтому Македонский приехал к нам в бригаду, ночевал у нас. Мы собрали весь актив партизанского движения, командиров отрядов, комиссаров отрядов собрали. И проводили такое большое заседание, проводил Михаил Андреевич. Бой, который молодой партизанке посчастливилось принять в Букобок с двумя великими командирами, был действительно страшный. В данный бой было 10 танков направлено, большое количество артиллерии, самолеты бомбили без конца. В это время как раз Македонский находился здесь, и все Чуси занимались. И когда Чуси был ранен ногу, он не бросил поле боя, он продолжал руководить боевыми действиями. Так что это были действительно люди, настоящие бойцы, настоящие командиры, о которых только можно говорить с большой буквы. До сих пор мы с большим уважением и любовью относимся к грекам. Македонского, Чуси, Якусиди, Спаи, и других, я говорю, было много очень греков, очень были воинственные, и много, и в партизанских отрядах было их. Поэтому честь и хвала им. Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году, длилась долгих 4 года. По итогу Советский Союз не только одержал победу над Германией, но и завершил Вторую мировую войну. Поздним вечером 8 мая 1945 года прозвучал торжественный голос диктора, сообщившего о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая был объявлен Днем Победы. Цена победы была огромной. Уничтожена треть национального богатства страны. Было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень и сел. Уничтожено огромное количество заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей. Но самое главное, на полях сражений, в концлагерях, на оккупированных территориях, в блокаде и в Тулу погибло около 30 миллионов советских людей. Сегодня весь мир отмечает 70-летие со Дня Победы. Возлагаются цветы к вечному огню, к памятнику неизвестному солдату. Поздравляются ветераны, которых осталось совсем немного. К счастью, правительством Российской Федерации делается максимально, чтобы те герои, которым пришлось увидеть ужасы войны в прошлом, имели достойную защиту и поддержку в настоящем. Дорогие ветераны, 9 мая – это для нас величественный и знаменательный праздник, который мы встречаем с радостью и с волнением, с глубоким осознанием глобальности масштаба данного исторического события, с гордостью за своих отцов, с гордостью за своих дедов, которые разгромили нацизм. В эти дни мы чувствуем особую силу общественного единства. Нас объединяет священная память о героях безызвестных и известных. Нас объединяет великая благодарность вам, дорогие ветераны. Мы преклоняемся перед поколением победителей. Все вы знаете, что в годы войны жизнь измерялась минутами, а порою и секундами. И вы ничего не жалели для достижения победы. Вы показали, что вы настоящие граждане своей страны. Вы показали всему миру, что любовь к своей отчизне намного сильнее жестокого врага. Мы должны укрепить и сохранить свой сыновий долг перед теми, кто защищал родину. Перед теми, кто принес свободу народам Европы. Перед теми, кто победил нацизм во всем мире. На сегодняшний день мы должны бороться для того, чтобы нацизм дальше не прошел. Мы должны воспитывать своих детей на высоком уровне патриотизма и любви к родине. Я хочу от имени греческой общины Крыма лично от себя поздравить всех крымчан, всех россиян, а именно ветеранов Великой Отечественной войны с этим знаменательным праздником. Пожелать вам здоровья, благополучия, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне. С праздником, дорогие! Следующий сюжет о нашей соотечественнице, которой воля судьбы оказалась один на один с огромной проблемой. И очень надеются, что ей также смогут помочь, исполняя указ президента. Антонина Константиновна родом из Тавропольского края. По состоянию здоровья сына вынуждена была семьей переехать в Крым, где заново пришлось выстраивать свою жизнь. Купили дом, устроились на работу. По словам Антонины Ковалюк, никогда не просили помощи у государства. Все делалось своими силами. Тем более отец, прошедший две войны, с детства учил полагаться только на себя. Бок о бок со своим супругом, оставшимся инвалидом, после Великой Отечественной войны все трудности проходили с достоинством. Год назад Антонина Константиновна была безмерно счастлива, что Крым воссоединился с Россией. Что все пенсионеры, ветераны войны и инвалиды смогут достойно прожить отведенное им время на небесах. Постоянно следит за событиями, которые происходят в мире и на полуострове, и восхищается лидерами Крымской весны. Но сегодня вдова ветерана осталась один на один с проблемой, которую сама решить не в состоянии, а помочь уже некому. Каждое утро уже немолодая женщина встает со страхом, цел ли ее дом, который еще 10 лет назад власти Симферополя обещали восстановить. Целыми днями Антонине Ковалюк приходится вычерпывать воду, которая накапливается уже в подготовленные тазики и ведра. Я месяц уже не сплю, у меня, мне кажется, и глаза ввалились, и я забываю поесть, и все, я вся в заботах, хлопотах, и на телефоне я как диспетчер. Меня футболят, если бы я ходила ногами и ходила бы из кабинета, я бы без ног вообще осталась. Но я все решаю в телефоном режиме или отправляю в социальную. У меня надежда на совесть чиновников и еще надежда на то, что кто-то вот увидит, я же не притворяюсь, нет, не притворяюсь. Мы жили честно, честно, никогда не были с протянутой рукой, а сейчас у меня состояние, как будто я на паперке стою. Единственное, что остается, это надежда, что лето не будет дождливым. А в мире еще остались добрые люди, которые не позволят старушке остаться действительно одной. Но домашняя аптечка с каждым днем пополняется очередным лекарством для успокоения. С вами была Мария Лазариди. Доброго вам недели и до встречи в крымском эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин